За Игнете не помолились, за Батюшку я в кино, не помолились, за Севгин и Каполит, отпускающий Павлик. Нас мало и нас все меньше. Но самое главное, мы не в росте. У нас таких разных мужчин и женщин объединяет Христос. Да? И очисти мне от всяких скверных, и спаси благослови души наши. Господи, благослови это собрание мысленно правь горнему. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Евангелие от Матфея. Глава девятнадцатая, стихи с пятнадцатого по двадцать шестой. Пятнадцатый, семнадцатый стихи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, Соблюди заповеди. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Подошел ко Христу не как к Богу, А как к простому человеку. Если ты называешь меня благим, Как обыкновенного учителя, То называешь не так. Потому что никто из людей не благ сам по себе. Это, во-первых, потому что мы обыкновенно бываем переменчивы, Обращаемся от добра к злу. Во-вторых, потому что человеческая доброта, В сравнении с добротой Божией, Есть худоба. Стихи 18-19. Говорит ему, Какие? Иисус же сказал, Не убивай, не прелюбодействуй, Не кради, не лжесвидетельствуй, Почитай отца и мать, Не люби ближнего твоего, Как самого себя. Толкование. Господь отсылает вопросившего К заповедям закона, Дабы иудеи не сказали, Что он презирает закон. Стихи 20-24. Юноша говорит ему, Все это сохранил я от юности моей, Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, Если хочешь быть совершенным, Пойди, продай имение твое, И раздай нищим, И будешь иметь сокровища на небесах, И приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, Юноша отошел с печалью, Потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, Истинно говорю вам, Что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, Нежели богатому войти в Царство Божие. Толкование Некоторые осуждают юношу сего, Как человека хвастливого и тщеславного. Как он говорит, Исполнил заповедь о любви к ближнему, Когда был богат. Никто, любя ближнего, Как самого себя, Не может быть богаче ближнего, А всякий человек есть ближний. Тогда многие терпели голод, И были без одежды. Если бы он был милостив, То не был бы богат. Что ты соблюл по твоим словам, То, говорит, соблюл по-иудейски. Если же хочешь быть совершенным, То есть моим учеником и христианином, То поди, Продай имение свое, И тотчас раздай все вдруг, Не удерживая у себя ничего, Даже и под тем предлогом, Чтобы подавать постоянные милостыни. Не сказал «давай бедным», То есть понемногу, Но отдай вдруг и останься без всего. Иные, подавая милостыню, Ведут жизнь, Исполненную всякой нечистоты. Ибо хотя он желал, И почва сердца его Была глубока и тучна, То ее заглушили терния богатства. Кто имеет немногое, Тот немного связывается богатством. Но большое богатство Намагает крепчайшие узы. Богатый не войдет в Царство Небесное, Пока богатый имеет у себя лишнее, Между тем, как другие, Не имеют и необходимого. Некоторые подверглюдам, Разумеют не животное, А толстый канат, Употребляемый корабельщиками, При бросании якорей Для укрепления корабля. Стихи 25-26 Услышав это, Ученики его весьма изумились И сказали, Так кто же может спастись? А Иисус, возрев, Сказал им, Человекам это невозможно, Богу же все возможно. Толкование блаженного Филактоболгарства. Человеколюбивые ученики Спрашивают не для себя, Ибо сами они были бедны, Но для других людей. Господь же научает Измерять дело спасения Не человеческой немощью, Но силой Божией. А при помощи Божией Кто начнет быть нестяжательным, Тот успеет и в том, Чтобы отсекать лишнее. А потом дойдет и до того, Что станет отказывать себе И в необходимом. И таким образом, При той же помощи Божией, Благоуправится И получит Царство Небесное. Богу нашему слава. Я добавлю К тому, что вы слышали. Осуждение? Я осуждение только по Слову Божьему делаю, Как вы знаете. Я докажу местами Писания Так, что надо. Но вот ответьте мне на вопрос. Задают ученики вопрос. Ну это риторически, Я так всегда говорю, Ответьте, никто, конечно, не ответит. Это я уже знаю. Они задают ему вопрос. А кто же тогда может спасти? Спрашивают с изумлением. Так это иудейский народ. Бог, Его защитник, заступник, Водитель, Зиждитель. Он избрал этот народ. А для чего он избрал-то его? Спасение. А они говорят, А кто же может спастись тогда? И с изумлением. То есть, Что для них было спасение? Я сейчас вам раскрою. Еще земное. Вот вы какие хитрайны, да. Да, совершенно верно. Именно, что они это смотрели по земному. И, Тетя Алла первая, Расскажите, Как это должно быть по земному, Спасение? Ну что, как. Будет хорошо. Не будет римского гнета. Это, в первую очередь, Свобода. Свобода. И Христ, Ну, Христ, И придет Мессия, Он будет царство, А они будут ими. Ну да, Ну, это как бы, Это возвышенное. А ближе-то сюда, Ближе. Вот у них же, Рядом, Прям с Иерусалимом, Куча, Даже сейчас, Они хоронят в пределах Иерусалима. До сих пор. Поверх этих гробниц, Которые есть, Строятся еще гробницы. Если есть там скалы, Туда опять выдалбливаются, Под низ выдалбливаются, Везде. Это же пещера, Гробница, Это пещера. Такая, Ну, Как вот Христа все видели. Ну, Допустим, Такая комната, Только, Конечно, Потолки не зайти. Потому что, Это замучишься скалу. Но, Если есть возможность, Они могут в несколько ярусов, Там укладываться люди. Ниши делают. Ниши, Да. И там узковато все, Тесновато. И так далее. И чтобы, Эту нишу, Гробницу, Тебе надо было уже с молодости, Начинать копить деньги. Чтоб кто-то долбил тебе это. Ты сам, Что ли, Будешь долбить? А кто будет тебя кормить? Некому. Вот хорошо у меня такая работа. Я зимой поработал, И мне выплатили денежку. Ну, Потому что артель, Золотодобывающая. И у меня зима есть. Я зимой могу делать дом. И вот так я дом построил. А когда люди спрашивают, А как ты дом построил? Я говорю, Ну, Вот зимой, Летом работал, А зимой строил. И там приходили, У меня была бригада баптистов, Протестантов. Они смотрели на все это. И я смотрю, Они сидят и что-то высчитывают. И так, Что-то там так усердно беседуют. Я говорю, А чего вы тут беседуете? Да вот, Как тебе удается строить, Мы сейчас посчитываем. Мы так можем себе построить дом или нет? Это же, Ну, Как бы легко, Понятно все. Но для этого нужна зарплата. Вот от чего все зависело. И здесь то же самое. И тогда тебя похоронят как надо. Как надо сейчас хоронить, Кто знает. Кто был в ритуальном сейчас зале? Вот на этом, Там где, Где эта, Надежда Андреевна живет. Там недалеко, Это большой ритуальный зал. Я так понимаю, Полгорода туда свозят. На Аносово. Да, На Аносово. Совершенно верно. На Аносово. И там все как надо сделают. Там батюшка заходит вовремя. Да. И цветы там вовремя. Все там выносят. Специальные автомобили. Сзади вот так вот открыто. И гробик туда аккуратно. Там чуть ли не ролики даже. Все. И гробы прекрасные. Все. И батюшка отпевает. Со святыми упокой. Прям ходит вокруг гроба. Три раза об угол ударили где-то там. Ну все как надо. В общем делают. И тут то же самое. Все нужно сделать. И у евреев так же было. Все нужно сделать как надо. Иначе спасения не будет. Вы понимаете? Почему? Они духовного не понимали. Духовное. Вот задают там вопрос, допустим. А евреи жертву приносили человеческие. И там читают какое-то местописание. Это неудобный вопрос. Неудобный вопрос. Это неудобно. Когда ты священное писание не знаешь. И о еврейском народе ничего не знаешь. Евреи ни макак не могли приносить человеческие жертвы. Никак. Были казни язычников. Когда Давиду Господь сказал. Вот пойди тот народ вырежу. Народу целому было сказано. И Гиргисеев. И Иусеев. Амареев. И Гиргисеев. Ну и так далее. Перечислилось. Семь народностей. Всех уничтожь. Всех. Я потом говорю. Я знаю что не уничтожишь ты. И они. И их идолы. Явятся для вас сетью. И уловлением. Для ваших душ. Почему? А потому что вы будете любить их жен. Их дочерей. Брать их за себя. А они будут молиться идолам. И Господь дает законы такие. От лежащие на лоне твоем. Сереги уста свои. Уста. Почему? Потому что нужно спасение духовное. Все подводилось к этому. Чтоб ты остался верный Богу до конца. А для того чтобы понятно было. Были бескровные жертвы. Хлебные предприношения. Винные предприношения. Муку приносили. Масло оливковое приносили. Для чего? Для того чтобы показать. Что не только кровь будет спасать. Но и на всяком месте. Говорят. Мужи. Духовные. Будут в духе и истине. Возносить молитвы. Вот нужно было на что перевести все это. И поэтому они с изумлением. Спрашивают. А богатый. Он же себе гробницу закажет 10 мастеров. Они ему там как Петру видели. Прям в скале там такие резные всякие украшения. И так далее. Это же угодно. Ясно что-то прожил хорошо. Он там может давать что-то бедным. Вот осуждается этот богатый. Который пиршествовал блистательно. А рядом лежал Лазарь. Он ему ничего не давал. Но это же гипертрофировано сказано. На самом деле богатые. Все богатые. Что-то давали. Ну там. Кто там собирался у дома. Обязательно. В Риме назывались клиенты. Такие люди. Им выдавалось какие-то пособия. А они ходили и везде говорили. Какой хороший этот человек. Мы за него молимся. И так далее. А Господь говорит. Пускайте хлеб по водам. Хлеб по водам пускайте. У тебя вот есть горбушка. А ты бедный. Ты дай кому-то этого. А теперь Господь больше говорит. У тебя есть вера. Ты поделись другим-то. Другим. Расскажи о вере-то в меня. Вот сейчас проповедь. Вот эта бескровная жертва. Сейчас. Ну сто процентов. Можно о спасении говорить. А тогда этого не понимали люди. Они далеки были. Им никто не показал. Как нужно духовно жить. И какие мы с вами радостные. Что мы теперь не можем с изумлением спросить. Когда богатого хоронят. А кто-то говорит. Да это все. Грешник отъявленный. И будет так с изумлением. Как так? Да нет. Сейчас наоборот. Пришли санкции. И начинают перечислять. У Абрамовича там отняли клубы, яхты там и так далее. Еще что-то нибудь. И встанешь широко перекрестящих. Скажешь. Слава тебе Господи. И этому человеку теперь явится спасение в дом. Потому что когда это все уйдет от него, не о чем заботиться. А все равно это никогда бы не отдал. Он бы не дал даже покататься нашей общине на своей яхте. Даже посмотреть на нее не дал бы. А теперь, глядишь, уже ходит вот такой щетиной, весь озабоченный. Как он там приехал вместе с Мединским. С украинцами договариваться, которые в майках ходят. В общем так. Поэтому у нас теперь с вами никакого изумления нет. Но могу вам так сказать, что есть изумление у тех, которые не искренно веруют в Господа. Вот те, которые бабушки, которые судят, сидят. Они в храм тоже ходят. Но они говорят так. Нету хороших зарпенсий нету. Начинают что-то бузить и так далее. А дело-то не в материальном, не в сребролюбии, как оказалось. Он говорит, почему-то называют канатом. Кто-то называет канатом, а кто-то называет верблюдом. А переводится верблюд камел. Кэмел. Это с арабского камел. Кэмел верблюд. И из верблюдов очень... Канаты морские особенно были очень важны. Иначе там все попорвется. Парус как натягивается, сами понимаете. Ну, огромный парус, ветер. Ну, вы сами в огородах там ставили какие-нибудь прикрывки. Ветер пошел, как дронитая, вылетело все. Правильно? Теплицы поднимает. Теплицы поднимает. А тут парус чем-то держать надо. И вот крепкие делали на Руси из пеньки. И пеньковую веревку отправляли в Англию за денежку. Как и воск тоже, понимаете. Поэтому... А там делали из верблюжей. Ну, как войлок сбивали. Помните войлок при социализме? Это было самое такое важное. Из ковры были у нас там. Под ноги все войлочное было. Сейчас уже это полипропилены и так далее есть. Слава Богу. А это тяжелое. И у них волос длинный у верблюда. Его остригали, верблюда. Прям целые стадо стригли. И крутили хорошие канаты. Толстые. И он говорит, как в игольное ушко канат просунуть. Понятно, да? А другие говорят, игольные уши назывались врата. Они как бы вот так идут, а потом они узкие вот такие. И ты должен был туда на верблюде проехать. А верблюд туда не пройдет. Там человек полный рост не пройдет. Только если верблюда усадить и туда в задницу затолкать как-нибудь. И то тяжело очень. Поэтому он говорит, невозможно туда его затолкать. Так и богатого невозможно затолкать Царство Небесное. Понимаете? А они, это для чего было сказано? Чтобы они начали понимать, о чем говорит Господь. То есть о духовном. Понятно? Так у них весь смысл был за то, что хорошо, чтобы похоронили. Ну, вот брат Игорь вот стоит как раз. У него на свадьбе, когда тут праздновали, я приготовил проповедь. Я думаю, о чем проповедь? А там им везде развесили плакаты, я уже знал. И там счастье, там дом что-то там, что-то там еще. Счастья вам желаем, все. И я подумал, думаю, вот мы никогда, вот сколько проповедей, там, Игнатий Тихонович, там проповеди читаешь, златоусток, слово счастье. Там его не слышно как таковое. Блаженство, да, это часто слышится. А счастье, ну, только читаешь, когда в Слове Божье встречается. Я решил проповедь на слово счастье сказать, чтобы всем было попонятнее. Никто, конечно, не помнит этого, кроме меня. 12 раз всего встречается слово счастье в Ветхом Завете. И теперь приготовились, догадались? Ни одного раза не встречается в Новом Завете слово счастье. И поэтому, когда я это все рассказал, а Игоря Третьякова отец сидел и внимательно вот так вот слушал. Прям внимательнее всех там. Потому что там же пиршество, Марина устраивала там нарезанное. Кто помнит, что там было на столах-то? Я помню. Ну-ка, что было? Салатики все были в карабах. Там один салатик такой был. А сколько салатов было, помнишь? Шуба была, потом был такой вкусненький с капусткой, то ли с киви, то ли с киви. Ровная курика была. Тортова одних была. Но никто из вас не помнит, что я говорил о счастье. Я чуть-чуть был, мне что-то по нему поговорил. К сожалению, не помню. А отец-то, наверное, помнил. Потому что он внимательно слушал. И он задал вопрос единственный. Ну, видео было. Единственный вопрос. А смотри. Он смотрел, смотрел, и потом говорит, встал и такой говорит, а знаете, я вот с Игорем полностью согласен. И вот это, не надо счастья, вот пускай это, блаженство это будет. Ой, молодец. Ну и как? А все сидят верующие. Все сидят верующие. Они не изумляются, они уже все это знают. И никто даже не среагировал. Да это нам и так понятно все, что нам говорить. Нам главное сейчас побыстрее давай, чтобы в курицу залезть, и как маленький мышонок, и чуп, одни косточки. Да, и косточек там не было, кстати, в курице была фаршированная. Говядиной. Да, особенно дядя. Да. Так кто же может спастись? Кто может? Да, свои мысли выяснить. Кто же может спастись? Вот. Ну, Христос к этому и понял. Человекам это невозможно. Возможно Богу, да. Значит, то, да, вот о чем и мысль-то идет. Сам человек не может. Бог есть дух. Бог есть дух. Да. И понять вот это спасение. Своими силами. Своими силами человек спастись не может. Хорошо, хорошо, ты продолжил даже. Потому что это надо следующее говорить уже проповедь. А Божья сила, как человек ее получает? Ну, отлично, да. Божью силу получить как? Через чтение Слова Божия мы получаем эту силу? Ну, я думаю, надо пройти все этапы, все три этапа получения. Не просто вот открыл Священное Писание. Ну, допустим, верующий человек может помолиться, да, во время. А если человек еще не верует, но он открыл Священное Писание, в этот момент он может силу Божию получить? Брат, ответ в трех видах благодати. А вера от слышания? Человек еще не верил. Да, даже не от чтения, а именно от слышания. Когда верующий тебе объясняет, я понимаю. Но три вида благодати есть. Кто знает? Кто хочет рассказать? А кто эти три вида благодати распределил, что их именно три вида? А Христос распределил. Три меры муки. Три меры муки это три вида благодати, которую нам Феофан Затворник подсказал и оставил. А так бы было очень сложно нам понять. А когда мы прочитали Феофана Затворника, даже Златоуст об этом не говорил, но прикровенно понятно, что нужно сначала услышать, потом принять, а потом исполнить. Это три меры муки. А мы говорим, благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая. Последнее. Это полностью тебе пришла вся сила. То же самое, как в 20 главе Евангелия Теана. Христос пришел, последний учеников, дунул и говорит, примите Духа Святаго. Подождите, так это же будет в Деяниях, в первой главе там Дух придет, а тут что, как понять? И от Сына Дух не исходит же опять. И написано, что это было для апостолов, для учеников, и вообще для любого, который был рядом еще, не находился именно в учениках Господних, но ходил рядом. Для того, чтобы они могли прощать и могли не прощать. И написано, что свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле. И теперь, когда где-то кто-то умирал, и веровали во Христа, и услышали, и вдруг умирают, и хотят Христа еще увидеть, услышать, мог прийти этот человек и отпустить грехи этому человеку. А вот приобретение благодати освящающей возможно вне церкви? Вот вопрос на вас. Вне церкви? Написано, вне церкви нет спасения. Благодать освящающая. В чем она состоит? В чем ее видится смысл? Освящающая благодать. Там самое главное, то, что церкви начальник, спаситель и хозяин, это Христос. Понимаешь? А таинства церковные, что понимаешь? Они без Христа никак не действуют. Таинства церковные. Вопрос. Без таинств церковных можно спастись? Человек, допустим, уверовал, но не получилось ему креститься, не получилось ему исповедоваться. Как понять, уверовал, и ничего не получилось? Ну, было такое. Такое было, когда Георгия Побиноносца 12 воинов увидели, как он воскрес, когда его на куски разорвали. И они уверовали. И тут же докладывают императору. А уверовали, стоят, говорят, там, и всем говорят о Христе. Он говорит, как так, обратно возвращается от этого храма. Смотрит, Георгия Побиноносца. Очень церковные. Знаете, что такое? Колесо. Вот так крутят, а там всякие ножи, потом пилочки. И человека, и постепенно опускают. И человека на части, его разворачивают, другими частями. И там вот так ты разлетаешься весь на куски. Но не сразу. Они по миллиметрику это делают, чтобы тебя чикнуло сначала. Потом там-там. Тебя чуть подворачивают. Они там смотрят. Умелые такие ребята там. А круг проворачивается этот. И там другое орудие идет. И все смотрят. О, сейчас его там, где там тыкнет. Давай посмотрим. Ну, прям, эти, ставки делают. Все. Ну, ребята везде найдут. Это колесование. Колесование. И вот его вот так вот всего разрезали. И бросили там, конечно, труп лежит, все понятно. И вдруг он воскрес, Господь все залечил. Он встал, и они 12-й веровали. Всех тут же казнили. Все. В крови написано. Они мученические крови. Они осветились кровью. Крещение кровью называется. То есть, танец как бы было. А? Разбойник? Ну, да, наверное, похоже, да. Да, разбойник. А это что нужно? Принять Христа? Принять? Ну, тут Христос рядом, тут понятно, а там-то не было Христа. Но было чудо такое. А без чудес было. Да было и без таких чудес. Ну, хотя, в общем-то, в основном все с чудом связано. То есть, Христос, Бог наш, подает нам благодать в таинствах церковных, которые нам необходимы для спасения. Но если человек их принимает без веры, без усердия, без знания, должного подготовки, то они могут ему, они не помогают ему. То есть, автоматически человек не может спастись. Или может. Понятно, что. Ну, есть, кстати, ну, я к чему призываю, я просто немножко пораспал, обсуждать. Для меня ответы очевидны. То есть, я знаю ответы на эти вопросы. Просто решил, у нас как-то плавно занятие переходит. Мне больше нравится, вот, как Игнатик, значит, отвечает. Он отвечает, а он прочитал заметку просто. И спрашивают игиловцев, говорит, ну, почему так долго с ними бьются, и так далее. Говорит, у них предательства нету. Говорит, так как так вот у вас, столько, так открыто все, прям людей призывает, это всюду. Люди приходят. Вот почему вас никто не предает, лагеря ваши никто не предает. Ну, сейчас самолеты, эти космические корабли, поэтому спутники вычисляют. И поэтому хорошо там прошла операция России, а так-то у них не было предателей. Он говорит, мы проходим там полугодовые курсы подготовки, и если ты не живешь как мы, то ты с ума сойдешь. И показывают, они там молятся, у них там имам, им говорит такие проповеди, они отвечают на вопросы, прям отвечают, Коран цитируют. Он говорит, если ты не будешь такой же, как мы, ты или с ума сойдешь, говорит, или убежишь, или мы тебя вычислили. Вот так. А у нас все очень легко. Почему? Духовного никто, кроме Бога, его самого, судить не может. Я не могу тебя судить. Я не могу тебя судить. Ты много тут что рассказала про меня. Я не могу тебя судить, понимаешь? Я поэтому промолчал, ничего не могу сказать. Не могу брата судить. Он приехал, где-то шлялся три года, слава Богу, Юлю привезли к детьми. Ну, молодец. Сам приехал. Не могу судить тоже. Почему? Он внутри себя сам осудит его совесть и так далее. Почему? Потому что он искренно верующий. Ты искренно верующая. Ты искренно верующая Бога. Я не могу в тебе копаться, а ты во мне не можешь копаться. Сколько я храплю там, семь секунд или две, или одну, или вообще придумала, что-то там показалось. То есть, ничего нельзя сказать. И самое главное, Господь говорит, он мой раб. И упал он, или встал, я за ним наблюдаю. Понимаешь, с чем дело? А ты рабыня тоже Божия. Раба Божия, да. Казалось. Ну, а вообще душа. Душа вся эта, раба Божия. То есть, душа невеста Христова и так далее. То есть, мы должны, во-первых, сами убедить. Враги наши, вы знаете, кто в первую очередь? Вот те, которые храпуны, это вот и есть враг. Номер один. Поменьше надо храпеть, побольше бдеть, водорствовать. Потом дальше вышел на улицу, перекрестился перед этим и у порога сказал болитву, что ты Христов, а не Сатанне принадлежишь, и что Христос защитит меня всегда. И почему? Потому что там ты вышел в мир, все усеяно бесами. Над каждым человеком бесы летают, тем более неверующие. А если верующие, то еще с ним можно. Если верующий человек, над ним кто летает? Ясно? Ясно. Вот вам ножку сделали, нормально зарастает, все хорошо, а второй ноге уже сестра думает делать. Вот так. Это ангел-хранитель летает над тобой. У тебя, может, на одной ножке есть хранитель ангел, на другой ножке. А бесы, они только-только могут там издалека у тебя смотреть. Все, потому что Бог любит тебя. Ходишь, ты видишь, из последних сил, а идешь в храм Господу воздать славу, спасение и так далее. Все правильно. И все. То есть мир. И самый главный, кто посылает сюда вот этих бесов, он сейчас скованный. На тысячу лет написано. сатана. Он не выйдет из преисподней. Но он сделает так, что его дух в какого-то человека войдет, это будет антихрист. Представляете? И он натворит таких делов. А если бы вышел сатана, он бы уничтожил нас всех. Но Бог не попустил этого. написано на короткое время. А почему? А почему? Потому что Христос Сын Человеческий. И поэтому сатана не может теперь быть самим сатаной, чтобы продолжить борьбу с человеком. Теперь должен быть сатана человеческий. Понятно? И вот теперь будет человек, а у него будут тоже болеть будет. Его можно поранить и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот Господь все так распределил ровно. В духовном плане есть равновесие, а в нашем материальном нету его. То есть справедливости у нас с вами нету. И поэтому одному распределяются яхтами, а другому с кусочками черствого, а то и сухариками. И с помойки даже еще. Вот так. И выровнять может только Христос. Если ты не хочешь просить из развалин как нищий подаяния, то ты должен веровать во Христа. И Господь говорит, Давид говорит, я еще не видел, чтобы верующий просил милостыню. Не видел ни разу. То есть Господь всегда тебя накормит. Праздника плодопрощающего хлеба. Вот так. Ну, а нужных какие у нас нужны? Где тетя они? В деревню. Она отвечает, она отвечает, там, Нина Александровна. Она тоже, не поймал, скорее всего, да, поделили. Всем поклон передает Любовь Петровна. Всем поклон передает Володя Сыгнать Тихонович. Я звонил. Они арбуз мне прислали, я им там ответный поклон. У них там арбузов, он загрузил вот это, то, что у него совок вот такой там. Он полный арбузов, говорит, еще там перекрыли, чтобы не падали они. Один арбуз большой какой-то, говорит, как тыква вырос. Ну, с полметра, говорит, и вот толстый, говорит, 20 или с кем-то сантиметров. Какой-то сорт азиатский. Привезли сюда Любовь Николая, мешок, она может быть сейчас принесет угостить. Мы же ездили в не такие, в кругленькие, обычные. А арбузики, очень вкусненькие арбузики у них выросли. Балящий кто еще? Как все те же. Там, который Лукьянов, Николай, которому 69 лет, он приехал обратно и теперь Барабашу помогает убирать урожай Кузьмин. А, Кузьмин, да. Который весной жил. Да он не весной, он вот только уехал, обратно приехал. Что-то там сделал документы, да, и вернулся сразу, помогает. И вот помолитесь, чтобы Володю он довозил наконец-то в Корчино, и чтобы он сдал этот экзамен на вождение. Вот не идет парню все вождение. А я ему сколько говорил, Володя, ты должен какую-то ответственность взять на себя, прям ответственность быть, ответственность. Он говорит, я не могу, я вот, у меня там нету. А там машина, это, вот ты садишься за руль, вот за руль сел, все, вот еще ничего, не зажигание, ничего, все, сел, и ты должен отрешиться от всего. Тебе сейчас ехать, ты можешь попасть в аварию, я впервые увидел аварию двух машин, прямо на моих глазах. Они не поделили, один на обочине стоял, другой проезжал, и зажгли зеленый свет. И этот, который на обочине подумал, что тот, который на дороге его пропустит, а тот не собирался пропускать. И я вот так еду навстречу, они прям бац, вот так друг в дружку. Первый раз не видел, ну так видел уже после там, или слышал в стук, а вот так прямо на моих глазах не видел. Прям, ну сколько, метров тридцать. Они сильные они, наверное. Ну да, они сильно, просто шарканулись вот так вот они, они еще под острым углом этот шел. Так что сразу ты должен стать христианином на дороге, забыть все гордости и так далее, знать хорошо правила движения, но если кто-то нарушает правила, то ты должен его пропускать. Три буквы Т. Дай дорогу. Да, не надо с ним бодаться, не надо. Потом ты себе объяснишь, почему, у него красивее машина, больше, или там такая наглая прям физиономия. Ну, в общем, все объяснили. Объясняется потом. Дай пропусти его, не надо, на скорости там не надо с кем-то расставаться. То есть, нужна ответственность, иначе себя погубишь, машину, дорогостоящий аппарат, никому потом не помочь, ничего. И еще и человека можно убить. мы когда в Тетрадь приехали, прямо перед нами, ну, то есть, оно случилось буквально, может быть, там, несколько секунд до этого, там, может, минута прошла. Авария, про нее потом писали, мы зашли, почитали, что там произошло. Мы с батюшкой ехали. И не поймем, почему столько машин все встали на бочину, все куда-то бегут. А там оказалось, что в Барнаул ехали машины, и они стали притормаживать, потому что машина, которая, ну, первая шла, она хотела сделать левый поворот в какой-то поселок там. И, естественно, они так медленней-медленней, ну, а тут на крузаке, по-моему, мужчина решил, что, что это они так медленно, а я сейчас их сразу, вот там, три штуки, и сделаю их обгон. И он начинает, значит, там летел, потом выложили видео в интернет, он летел, вот так вот, который ехал в этом же ряду, он его показал, как он летел, так, жих, мимо них, по встречке. А вот эта маленькая в деревню, этот, хотел повернуть, он показал поворот, ну, его поворот видят те, которые за ним едут, две-три машины, а этот-то летит по встречке. И вот он просто в эту машину вот так вот врезался, она разлетелась, улетела в кювет, там сразу погиб, на месте водитель, пострадала жена, дети, их все в нашу больницу увезли, а он просто развернулся и практически целенький стоял, и у него только жену госпитализировали, сначала с ними все в порядке, потом все-таки увезли. То есть с ним все в порядке, машина защищенная, такая большая, мощная, большая, ну, то есть вот так вот он летел, видя, что эти медленно, по встречке. и мы как раз когда едем, вот это все случилось, мы-то не знаем, что случилось, мы машины, машины, люди выбегают, останавливаются, куда-то бегут, там вытаскивают, все, и я уже тоже дверь открыла, не может сидеть, дверь обратно закрыла, потому что долго собирались, батюшки, там пока завезли во все магазины, он там эту, мышку или что там, ловить, короче, сеть искала, и в общем, мы выехали поздно, и он говорит, все, некогда нам тут любопытничать, поехали, и только мы проехали, несется скорая, несется гаишники, то есть еще никто даже не приехал, страшная просто авария, и там вот этих людей вытаскивали, так вот, увидели немножко, и скорая только не вызывала, делая, ну и там, Игнатий Тихонович все время говорит, ну да, Володя, дай обед Богу, что ты нигде не будешь ездить к крои-потеряйке, а потом, а Володя такой, спрашивает все время, что чего это, ну как только нигде только по тебе, это что такое будет, он не дает этого обеда, этого обеда не дает, Игнатий Игнатий доказывает, доказывает ему, что дать обед, это Бог тебе не дает, потому что ты, и почему можно идти в правду, нет, это не надо, не надо так. Он помоложе, когда был, начинать учиться, помоложе, ему сейчас что, 44, получается, он, тут еще с реакцией, а он все время размеренно жил всегда, колол дрова, все время там где-то в лесу там и так далее. Расскажи, они когда здесь с Никитой были, Витя женится тут собрался, и уезжать когда уже, я подошла вот здесь на ползуновой, говорю, Володя, Никита, вы идите, учитесь на правах, вот Витя уедет, кто будет газель эту гонять, ну, с картошкой, да потеряльки, он говорит, ты что, я, нет, это не мое, ну, вот тогда ему было 30, он бы может еще получше бы, нет, 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 а вот сейчас ему, видите, уже тяжело, наверное, все, кучу собрать, сдать этот экзамен, но ездить-то умеет, он экзамен взять не может, но он умеет ездить, потому что ездили, ездили, а какой экзамен, он может быть, ну, на вождение, на вождение, но если человек, причем этот, ипподром он проводит, а как только на дорогу, видит машины там, и все, и у него планку замыкает, и он забывает даже там, все вот эти, там, знаки не видит, я говорю, как не видишь знаки, мы с ним ездили, я пытался, зимой, когда он сдавал, сугробы эти все, еще такой снег валит, и он на сдачу их туда, я говорю, давай проедем тем маршрутом, в котором вы ездите, после первой дни сдачи, я думаю, ну, помогу сейчас, и мы тем маршрутом поехали, я попробовал сам, вот там 20 соблюдать, 40 соблюдать, а я уже не могу их соблюдать, мне так тяжело, ну, представьте, я бы так раз проехал 60, да и все, никого нету, я вижу, что проеду спокойно, там, как притормаживать, машину знаю, все, а тут надо тормознуть, ты едешь, допустим, 60, там, нужно тормознуть, перед знаком 40, тормознул, теперь едешь, а он, допустим, 50 метров, и там знак 20, ты опять притормаживаешь, теперь до 20, и теперь там метров 100 надо на 20, на скорости 20, а по дорогам, там уже у тебя толпилось штук 20 машин, пибикать начинают там и так далее, то есть, когда едет ученическую, никто не пибикает, все объехали молча, а тут вдруг едет машина, и начинает такие кувыркания, и вы с ним час или там полтора поездили, а он как бы сидел рядом, но он же не может за рулем, я вот такой говорю, слушай, Володя, все, я больше не буду так ездить, я говорю, ты давай, давай как-то, потом будешь ездить нормально тогда, потому что это не, как все, это невозможно, то, что вытяняют, главное, нет такого, что ты, допустим, спокойно, вот отсюда едешь 70, и доезжай, вот там будет 20, и тогда ты все тут понятно, 60 максимально допустимый по городу, я сказал 60, 70, это ошибка какая-то, нет никаких 70, то я все соблюдаю, оговорился, ты сказал на ипподроме, говорит, Володя, все сдал, на ипподроме? на автодроме, там он все точно сдал, это оговорок, не дай бог, кто-то будет, а они что, на ипподром ходят? на злату сказал же, не ходи, на лошади, готовка, объявления не у кого, есть такие, хорошо сиди, мы рассуждали по священному писанию, если в чем погрешили, надо по книгам сверяться, по священному писанию, по святым отцам, то есть если мы сказали что-то не так, как-то неправильно, некорректно выразились, вот брат сегодня, сейчас, поэтому надо брать оговорки, если какие-то были сказаны, чтобы проверять наши слова по священному писанию, по святым отцам, по толкованию, главное, главное, чтобы это, копчик не был один виден, виден из песка, а то тогда мы только и будем думать, как проверить, там доверить, попы он хлещет, послушай любого, открой союз, и посмотри беседу с батюшкой, они там молодцы, ребята, наворачивают, этот качок, язык помело, но у него такие интересные, у него воображение гигантское, а дальше, как это связать со Словом Божьим, а ему, я так понимаю, что он самым умным себя считает, ему никто, все вопросы задают, он на все вопросы отвечает, а люди вокруг просто стоят, вот так вот, смотрят с изумлением, а там изумляться нечему, совершенно, ты попробуй докажи, со Словом Божьим, это все, то, что ты наговорил, да, связать, а так-то, у нас на неделе такое значимое событие было для школьников всего мира, для учителей, 1 сентября, я полю собирала в школу, корзинку с цветами делала, то отпекла и прониклась настроением праздника, у меня песня такая напелась, ну-ка, ну-ка, а то у меня никакого праздничного настроения, начинается год наш учебный, на линейку построились в ряд, в белых фарточках словно царевны, все девчонки волнуясь стоят, в белых фарточках словно царевны, все девчонки красуясь стоят, поднимается флаг наш российский, и взвивается под небеса, звуки гимна любимой отчизны, отзываются в наших сердцах, звуки гимна любимой отчизны, отзываются в наших сердцах, все цветами украшено ярко, учителя улыбаясь стоят, все букеты несут им в подарок, слезы счастья на лицах блестят, все букеты несут им в подарок, слезы счастья на лицах блестят, колокольчик, а звук серебристый, на уроке нас звонко зовет, и бегут по ступенькам мальчишки, наш веселый и шумный народ, и бегут по ступенькам мальчишки, наш веселый и шумный народ, будем в школе прилежно учиться, чтобы умными нужными стать, своей родине, чтоб пригодиться, и родителей не огорчать, чтобы отчизне своей пригодиться, и родителей не огорчать. Можно немножко продолжить? Я думала, песня закончится тем, что... О кресте. Нет, что безбожные учителя сейчас будут воспитывать ваших детей, безбожные гимны петь, и верующая мать, она стоит и плачет на все это, глядя, и думает, как бы своего дитя спустить туда, и чтобы она стала благовестницей там, чтобы она всем рассказала о Христе, и чтобы все уверовали и попали в Царство Небесное. Вот такая концовка меня бы устроила. Это такой светский праздник, можно сказать, для всех, и у нас не только Христ. Только я чувствую непроникса. Непроникса. Каждое слово, Леночка. Непроникса я праздничная. Оно чистое, чтобы дети были добрыми, умными, очень верными. А твоя еще не дошла до эволюции? Ну, как раз пятый класс. Что она из этого, из обезьяны? Пятый класс. Такая у меня песня тоже есть, что мне от обезьяны. И все же песни. Возможно. От обезьяны придется, скажем тебе. Они сейчас, учителя, говорят, что это как один из вариантов теории от обезьяны. То есть они не утверждают, что это... Очень легко, когда представят, из обезьяны. Ху, ну, конечно, из обезьяны. А теперь говорят, а обезьяна вышла из воды. Ба! Да что, до меня-то не дошло. Ну, конечно. Обезьяна плавать любит, как я. Понятно. Хвост был, рудимент. Ах, как хорошо. А потом еще что-нибудь придумают. Да какая-то, амега упала с космоса. Ба! Какие бы тупые все были, а. Инопланетяне. Инопланетяне же мы. Привезли. Да, привезли как-то там они. Пу, плюнул инопланетяне. А инопланетяне откуда тогда? По этой теории. Лариса Лаврова рассказала, у нас 9 богов на каких-то планетах, там на звездах. И все нормально. Там планета обезьяны. Я сам слышал проповедь от священника. Он вышел прямо из алтаря и все нам рассказал. А я оттуда как побежал, я еще до конца не дослушал. Когда он только начал говорить, что нас обманывают, митрополиты, там, патриархи. Я рванул оттуда. Это где так? В каком храме? В Тогуле. А, что там Тогул тебе? Это что, не Россия? Тогул. Тогул, вот, сестра оттуда. Она ходила к этому священнику тоже. Только ее тогда не было. Это было уже, она училась. Это было где-то, наверное, до начале октября. И там все было разное было. Там все время разное было. Ну, внутри она, Вячеслава попадала, Масленникова. И на этого, наверное, Михаила, который такой ничего, был нормальный. У него там 4 детей потом быстро ушли. Так что вот и все. Понятно? Завершили. 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 на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое втайне остановит делающее зло. Просвети правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, неизреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Его, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну сейчас песнопение будет и занятие часовое. Оставайтесь. Вот вы разговариваете.